всем добрый вечер приветствую вас на нашем еженедельной программе которая называется почему атоме и мы приглашаем мастеров нашей команды для ответа на этот вопрос рассказать про свой путь про свою историю почему вы выбрали именно эту компанию и сегодня у нас гостях айнур женусов а мастер продаж пока что но амбиции у вас до империал дайте я знаю поэтому слова вам айнур спасибо мика спасибо что вы организовываете такой вебинар это нас сближает как команду и многие из наших партнеров будут знать своих лидеров потому что команда растут команды большие не все знают своих спонсоров своих лидеров лицо а это будет прекрасная возможность итак здравствуйте меня зовут айнур мне 46 лет и из них 26 лет я отдала работе в найме то есть 12 лет я отдала государственной службе 14 лет я отдала банковской деятельности доросла до руководителя подразделения и сейчас и я здесь в атоме я с вами сегодня у нас 29 число жарко на улице жарко в командах вы все знаете что у нас сегодня конец периода все судорожно собирают последние баллы и хочу всем пожелать чтобы в этот период все достигли своих поставленных целей кто-то подтверждает свой ранг кто-то выходит на ранг выше я всем желаю вам удачи чтобы вы все достигли своих поставленных целей и начну свою историю и конечно со знакомства с атоме в далеком 2019 году я работала тогда в банке и уже отрабатывала и хотела уходить в другую компанию но у меня были всегда мысли я была в поисках чего-то нового чего-то интересного потому что честно сказать я уже немножко устала от найма и подыскивала что-то новенькое и позвонила своей подруге алье сейчас она тоже с нами это мой вышестоящий спонсор она тоже мастер-продаж но я думаю что в этот период она подтвердит ранг бриллиантового мастера и вот я звоню к ней и говорю алия есть такая классная компания хочу тебе предложить такой такой-то совместный бизнес можно работать по франшизе давай у тебя в талды кургане откроем маленький магазин южнокорейской косметики нам не нужно будет задумываться о поставке только нужно будет открыть магазин это нанять продавцов консультантов и конечно платить за аренду тут же она меня перебивает и говорит тайнура зачем такой бизнес зачем нам траты когда можем открыть свой интернет магазин это тоже южнокорейская компания называется атоме для меня ключевым словом была южная корея дальше я уже ничего не слышала все это для меня был решающий фактор я не спрашивает сетевая компания сетевая компания чем не интересуюсь просто говорю записывай меня она тут же подписывает скидывает мне логин и пароль я захожу в кабинет это было утро я пришла в свой департамент и знаете вот за два-три дня я на одном дыхании на таком энтузиазме подписала весь свой департамент подписала все свое окружение всех подруг друзей родственников то есть за два-три дня я получается донесла большому количеству людей то есть это был такой порыв и был такой энтузиазм затем как я вам уже говорила я уходила с этой работы на другую и думала что у меня там будет более свободный режим и будет возможность дальше развивать атоме но получилось к сожалению наоборот там мне пришлось очень много выкладываться был очень большой объем работы и атоме отошел наоборот на второй план и получается что и 19 год 20 год я не занималась атоме то есть от случая к случаю да я была хорошим потребителем на тот момент и перепробовала всю продукцию особенно начиная с косметики но не развивала свой бизнес не только в августе 2020 года супруг не говорит айнура хватит уже на кого-то работать хватит тратить силы энергию время я горд на тебя смотрю ты не удовлетворена этой работы ты хочешь на работу как на каторгу давай горд меняй свою жизнь и вот только благодаря поддержке супруга я принимаю решение и ухожу с работы но вы представьте да человек который с 19 лет я закончила колледж сразу работала с 19 лет работал в найме для меня это был стресс для меня это был шок что я ушла в никуда и с августа месяца у меня не было заработка считайте только начала строить бизнес в атоме я была без зарплаты и еще к тому же чтобы немножко чтобы расширить свой бизнес чтобы масштабировать свой бизнес мы с супругом решили еще открыть офис этот офис мы содержали на свои деньги и с октября 20 вот по апрель получается мы сами оплачивали аренду офиса и у меня практически не было заработка и вот в апреле нам дали уже официальный статус сейчас мы называемся офис арман серебро так что дорогие партнеры если ваши партнеры живут или работают рядом с нами это у нас манаса абая добро пожаловать в наш офис можете прикреплять своих людей мы никогда не делим на своих на чужих всегда для нас все кто к нам приходят в офис это родные люди мы проводим постоянно обучение мы проводим постоянно мастер-класс так что возьмите на вооружение и подумайте может быть кого-то и переведете к нам мы будем только рады и почему теперь хочу вам рассказать я выбрала атоме конечно в первую очередь как я вам сказала эта продукция такого качества продукции вы найдете на рынке но по такой цене вы никогда не найдете такую продукцию на рынке то есть каждый продукт все что производит компании атоме это произведено с любовью заботой о человеке о своем партнере о своем клиенте то есть даже если взять элементарно вот краска для волос последние чем я столкнулась не говоря уже об адов там косметики последний чем я столкнулась и запомнила эта краска для волос во первых там все продумано особенно мне понравились вот эти вот для ушей штучки то есть не надо серьги снимать представьте вот серьги не снимаешь просто закрываешь это все до такой степени продумано этот передник очень классный а сами перчатки чего стоят такие приятные на ощупь вот кто не пробовал нашу краску попробуйте даже если вы не будете краситься попробуйте эти чепчики этот халатик эти перчатки вы будете просто в восторге и всегда будете покупать только нашу краску второе это конечно заработок мне очень нравится что у нас такой простой такой доступный понятный маркетинг план и твой заработок растет с каждым днем если я как я вам говорила пришла в бизнес я не зарабатывала даже месяц у меня выходила может быть один бинарный шаг только выходил я не зарабатывала ничего но в любом случае он растет я уже вышла на мастер продаж сегодня 29 июня я подтверждаю мастер продаж у нас есть еще конечно два дня я подтвержу мастер продаж то есть о чем это говорит о том что твой заработок растет с каждым днем третье это конечно бизнес взаимопомощи самое что мне импонирует то что ты можешь помочь своему ближайшему окружению своим ближайшим партнером только взаимопомощь и только поддержка твоего партнера и ты сам достигнешь успеха дальше конечно еще благодаря атоме мы расширяем свои знания области здоровья в области красоты мы постоянно изучаем составы постоянно ищем что-то новенькое а чем будет полезен этот продукт а чем будет полезен вот этот продукт то есть мы постоянно расширяем свои знания и тем самым повышаем компетентность не стоим на месте постоянно обучаемся это конечно свободный график это что само занятие приносит радость приносит удовлетворение когда ты получаешь отзывы от твоей продукции когда от твоей рекомендации человек там поправил свое здоровье да или он стал моложе где-то красивее то есть это много значит для меня это очень много значит я получаю знаете такое прям внутреннее удовлетворение такого удовольствия от того что я приношу пользу кому-то и это неспроста потому что всю жизнь в детстве до 11 класса я хотела быть врачом я готовилась я обожала биологии обожала химию я всегда хотела быть врачом именно помогать людям не просто там лечить кого-то а именно помогать людям и вот наверно бог это видел хотя я ушла финансы но не была этим удовлетворена и видимо на вселенной бог это видели и все таки меня вот 46 лет они направили туда где я хотела быть всегда где я хотела помогать людям оказывать им помощь я сейчас с удовольствием, вот когда кто-то ко мне обращается, я с удовольствием помогаю людям, с удовольствием читаю все продукты, из чего они состоят, для чего они, ищу информацию в интернете, то есть не просто так где-то там увидел, прочитал, а все, я докапываюсь до истины, смотрю, читаю, и это мне приносит такое большое удовольствие. Я думаю, вам тоже, раз вы вместе с нами, потому что мы все приходим на продукт, мы все хотим кому-то помогать, мы все хотим быть полезными для кого-то, я думаю, вы тоже все получаете такое большое удовольствие от того, что можете помочь людям. И самое последнее, это, конечно, то, что Атоми, это глобальный интернет-магазин, то есть в нашей команде могут быть люди с других стран, то есть разной национальности, и в какой-то момент мы можем сдружиться, мы можем найти друзей в другой стране, только представьте себе, у вас появляется друг или подруга в другой стране, вы можете общаться, вы можете ездить друг к другу, вы можете изучать их национальные особенности, их культуру. Я считаю, что это такая прекрасная и большая возможность узнавать других людей, не только которые рядом с тобой находятся, но и за пределами твоей страны, твоей республики. Вот на сегодняшний день у меня есть прекрасные, милые женщины из Грузии, я так рада, что у меня в команде появились грузинки, это, знаете, такие эмоциональные, такие воодушевленные, у них абсолютно другой менталитет отличается. И когда ты общаешься с ними и подстраиваешься под них, да, это вот такое большое удовольствие я получаю от того, что я ими общаюсь, и приходится сейчас изучать их язык, потому что иногда в чате они пишут там немножко на грузинском, да, и надо будет уже изучать языки, я сейчас подумываю еще английский, надо будет вот точно изучать. Я вот никак не могла, вот у меня не было всю жизнь мотивации изучать английский, а сейчас появилась такая прямая мотивация, что нужно знать английский, чтобы еще больше у тебя стало в команде людей, чтобы бизнес твой масштабировался, чтобы больше и больше людей привлекать к себе в команду. Я думаю, что вот буквально за короткое время я не стала у вас отнимать много времени, потому что знаю, что сегодня 29 число, вы все подводите итоги, все заняты, и буквально вот за, думаю, 15-20 минут я уложилась, поделилась с вами тем, как я пришла в Атоме, почему я выбрала Атоме, а если есть у вас какие-то вопросы, то вы можете мне их задавать. Спасибо, Айнура, очень крутая была презентация, вы так грамотно все рассказываете. Ну и, наверное, да, мой вопрос, да, пишите, пожалуйста, давайте поддержим Айнуру, пишите в чате свои вопросы, и мы на них ответим. Такой вопрос, вот, чем отличается работа в найме, вот вы говорили, да, что вы на госслужбе поработали, в банке, и сейчас? Ой, это, не знаю, на 100% идет отличие, потому что там ты работаешь по инструкции, там ты работаешь по каким-то внутренним нормативным документам, а здесь у нас нет такого, здесь все, как ты считаешь нужным, как ты хочешь, так и строишь команду, все зависит от тебя. Там даже если ты что-то не отработал, в конце месяца ты получаешь зарплату, а здесь все зависит от тебя. Поработал хорошо, ну и будешь отдыхать хорошо, не выложился на 100%, то и получается, что и получишь такой же результат. Вот мне было действительно тяжело с найма перейти в этот, в свободное плавание, это очень тяжело для человека, который вот постоянно, стабильно, в конце месяца получал заработный план. Да, и вот я тоже замечаю, что когда к нам приходят люди с найма, они ждут, когда им тоже будут давать инструкции, какой-то готовый план, как вы работаете с такими людьми, потому что здесь у нас самостоятельная больше работа. Ну, видите, когда я пришла, мне повезло, что у меня был спонсор, очень такой сильный, грамотный спонсор, с опытом в сетевом бизнесе, вы знаете, Аминова, Фатима. И я как-то быстро влилась, она быстро как-то все отрегулировала так, что я не поняла даже, что я с найма там сюда пришла. И сейчас мы, да, поработаем по той методике, по которой Фатима когда-то работала с нами. То есть в первую очередь включаем своих людей, что если кто-то хочет реально заниматься бизнесом, то мы сразу объясняем, что этот бизнес твой, это бизнес не мой, это бизнес твой. Если ты хочешь зарабатывать, то, пожалуйста, выплатывайся. Если не хочешь зарабатывать, то уже это твое дело, чтобы завтра не было никаких обид, там, претензий каких-то. Спасибо. Тут в чате уже появились вопросы. Я вообще не вижу. Давайте я буду читать вам. Гузейля пишет Айнура. А можно узнать, какая у вас была зарплата? В найме? Ну, если в найме была, я получала вот на последней позиции 500 тысяч. 500 тысяч тенге, да? Чуть больше тысячи долларов. Да, чуть больше тысячи долларов, да. Так. Вы свободная женщина, пишет Стелла. Спасибо большое. Айнура супер. Айнура самый лучший спонсор, пишет Мируерт. Спасибо большое. А это ваша первая сетевая компания, да, получается? Это у меня, да, в жизни первая сетевая компания. Я раньше никогда их не принимала, но вот видите, когда мне Алия рассказала, я даже не спросила, это сетевая, не сетевая, для меня ключевым было южнокорейская компания. Все, дальше я уже ничего не слышала, мне ничего не было интересно. Я говорила, все, подписывай. А почему надо было подписаться? Почему я должна была дать какие-то данные? Это меня не волновало. Я, во-первых, доверяла человеку, а во-вторых, вот ключевым фактором была южнокорейская компания, потому что я знала, какие продукты они выпускают, какого они высокого качества. Так, Рашида пишет, Айнура, самый лучший начальник и лучший спонсор. Вот мои девочки, с которыми я работала в банке, они сейчас со мной. Это Айжан, Рашида, мои партнеры, мои лидеры. Кстати, Айжан тоже пишет, Айнур, супер, хорошо, что вы когда-то ушли, и я за вами. А как вы пригласили вот Рашиду и Айжан? То есть тоже интересно. Я вот вначале поделилась, что когда я узнала про эту компанию, я в тот же день пришла на работу, и в тот же день на одном дыхании я подписала весь свой департамент, всем сказала, давайте данные мы завтра будем получать по 20 долларов. Почему-то мне сказали 20 долларов, я думала, все, я их подписываю, они делают один заказ, и мы всегда будем по 20 долларов получать. Я говорю, все, быстро данные даем, кто хочет 20 долларов в день, быстро даем данные. А они все побежали, банковские заработники, знаете, еще те счетоводы быстро, наверное, посчитали свои доходы, и все разом подписались. И вот из этих людей партнерами стали Рашида и Айжан. А остальные, получается, были потребителями, кто-то так и не захотел ничего покупать, но бывает у нас такое тоже. Но я думаю, они к нам еще придут, еще потом будут локти себе кусать, почему они тогда не пошли с нами, а пришли попозже. И ничего страшного. Алия пишет у нас, Айнура лучшая подруга, благодарю, что поверила и пришла на Том. Спасибо, Алия, большое. Нет, я вот вижу вопрос, 2000 долларов. Кстати, сегодня была такая интересная ситуация, я когда готовилась, ко мне позвонил мой бывший шеф и говорит, Айнура Магильдиновна, а вы не хотите вернуться назад? Я вам предложу там миллион тенге, вы не хотите вернуться назад? Я говорю, нет, ни за что. Когда человек почувствовал вкус свободы, никакие деньги его не вернут назад. Я говорю, нет, я не собираюсь к вам возвращаться, я не хочу такие предложения, не принимаю. И вот сейчас у меня девушка спрашивает, вернете ли вы в банк, если вам 2000 долларов. Нет, после этого я не вернусь. И тем более именно благодаря Томи я начала ставить цели. Я, кажется, до 46 лет жила или плыла по течению, что ли, вот изо дня в день происходило все одно и то же, как день сурка. Утром сходил на работу, закончил, ой, слава Богу. И мы жили от понедельника до пятницы. Мы всегда ждали субботу. Именно ждали, чтобы освободиться от этой работы. А сейчас я жду субботы, потому что я знаю, что у меня мои партнеры освобождаются от работы и могут прийти ко мне в офис. Мы можем обсудить планы, мы можем придумать какие-то новые идеи, что-то еще. А раньше я, получается, ждала, чтобы отдохнуть. А сейчас я жду субботы, наоборот, чтобы поработать. Я вот говорила и Фатиме, и Стелле, что я здесь навсегда, я буду с вами, я дойду до конца, как бы это трудно не было. Путь будет, конечно, не таким уж и легким. Может, где-то будет тернистый, потому что у нас есть партнеры уходящие, приходящие. Кто-то придет, она обещает, потом уйдет. Это все мы проходим, но я пойду до конца. Потому что я такой ответственный человек, который сказал и идет. И тем более у меня есть мощная поддержка от моего мужа, от моих детей. Это дорогого стоит. Эйжан пишет. Нур в один день пришла и сказала, давайте свое удостоверение, а потом расскажу для чего. И я просто отдала удостоверение. Да, вот такое было доверие. Эйнур, вы работаете больше оффлайн или онлайн? Мы работаем больше оффлайн. У нас все партнеры дислоцированы здесь, и только получается, вот в Грузии, как я вам говорила, мы работаем онлайн, а так в основном, да, оффлайн. Все у нас алматинцы. И Наталья спрашивает. Когда, получается, вы занялись плотно бизнесом? Я занялась в октября 2020 года. Когда мы открыли офис, когда я уже освободилась от той своей работы, я полностью отдалась бизнесу. Уже в октябре я целенаправленно занялась атомией. А до этого, я думаю, это было хобби. И еще помогли очень мне вот это решение принять это ваше занятие. Мика вот с Владимиром, как раз путь лидера был, помните, в июле месяце, да? Они сделали очень такой большой толчок, потому что супруг начал тоже время от времени подслушивать. Ну, квартира небольшая, все равно приходится его где-то слышать. И он видит, он говорит, у тебя глаза загораются, когда ты, говорит, смотришь на эти вебинары. Ты потом совсем другим человеком становишься. Давай, прекращай уже себя корить, там себя винить, переходи уже и принимай решение. И вот благодаря вашим занятиям поддержки супруга я приняла вот такое решение ответственное в своей жизни. Первое мастерство я закрыла в мае месяце. 16 по 31 мая я закрыла. Сейчас вот я в этот раз подтверждаю. Все, дальше больше. Идем только вперед, потому что за мной моя команда, за мной мои партнеры, мои лидеры, которые уже наступают на пятки, тоже идут уже вместе со мной. Так, и планируете ли вы поехать в Грузию? Алла спрашивает. Конечно, планируем, конечно. Сейчас немножко обороты наберем и планируем. Обязательно поедем в Грузию. Оффлайн тоже там надо встречаться. Я думаю, ваши партнеры из Грузии тоже здесь сейчас поддерживают вас. Да, это мои супердевочки из Грузии. Видно, как вас любит команда. Видно, что вы очень сильный лидер. Продолжайте в том же духе. И можно вопрос сейчас. Какой у вас примерный заработок в месяц? И к какому заработку вы в Атоме стремитесь? Заработку к Атоме, это, конечно, стремлюсь 100 тысяч долларов в месяц. Я же сказала, я иду до конца в 100 тысяч долларов в месяц. Сейчас у меня месяц получается, так как непостоянно подтверждаю, где-то около 300 тысяч. Но это с учетом того, что, Мика, я работаю 3-4 часа в день. То есть у меня нет такого, как в банке, я работала 10-12 часов. Я думала, ого-го, я получаю 500 тысяч, такая хорошая зарплата в месяц. А когда я посчитала по часам, то это получается совсем не деньги. Сколько я отдаю времени. То есть я не жила своей жизнью, я жила жизнью работодателя. Я постоянно была на работе по 10-12 часов. А здесь у меня свободный график. Я сама выстраиваю свой день. И 4-5 часов отдавать, именно получать удовольствие от того, что ты что-то делаешь. Я считаю, это хороший заработок. Очень много поддержки. Инора, супер. Благодарю за теплые слова. И что вы обязательно достигнете своих целей, пишет Раиса. Спасибо. Обязательно достигну. Я думаю, мы все вместе будем идти. Точно. Чувствуется сила в ваших словах, в вашем голосе, уверенность. Значит, все так и будет действительно. Желаю вам достичь ваших целей. Закончить период очень успешно и продолжать в том же духе. Также придавайте большой привет супругу. Это редкость, что вот так вот прям поддерживает супруг. Очень здорово. Ну и мы завершаем. Всем спасибо большое, что были с нами. Инора, вам спасибо огромное. И вам подарок витамин С, который можно уже забрать. Да, убегайте себя. Сейчас самое главное – здоровье. Пейте все витамин С, хима-хима. Это наши защитники сейчас. И увидимся в следующий четверг. Всем пока. Спасибо большое всем. До свидания. До свидания. Всем удачи. Всем закрыть ранги. Субтитры сделал DimaTorzok